Пожар под Киевом. Сегодня днём в Броварах. Горели склады с древесиной. Александр Васильченко находится на месте происшествия. Он сейчас с нами на связи. Саша, здравствуй. Расскажи, что происходит. Добрый вечер, Наталья. Пожар уже локализован и практически ликвидирован. Спасатели начали разбирать завалившийся ангар. Общая площадь, которую охватил огонь, полторы тысячи квадратных метров. Возгорание на территории бывшей оптовой базы произошло примерно в половине второго. По первоначальной версии, воспламенение случилось на базе горючих материалов. Сюда оперативно отправили 40 спасателей из пожарных частей Киева, Броваров и Борисполя. В тушении задействовали 10 пожарных машин. Уже позже информация о пожаре на базе горючих материалов не подтвердилась. Как сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пожар вспыхнул в помещении пилорамы. Днем был сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня. По информации спасателей, жертв и раненых в результате пожара нет. Быстро потушить удалось огонь спасателям в ангаре с мягкими игрушками. Затем в складе, где находились растворители, и уже потом в самой пилораме. Дольше всего пожарные боролись с огнем, которое хватило ангар с обработанной древесиной. Это помещение огнем было уничтожено полностью. Температура горения была такой, что металлические конструкции раскалились до бела. Огонь от ангара поднимался в высоту на 10-15 метров. О причинах возгорания спасатели пока не говорят. Уточняют, будет известно после проведения расследования. Помещение, в котором произошел пожар, находится в аренде. Следственно, оперативная группа уже просила следователей, уже просила свидетелей. И сейчас выясняют, собственно, кто владелец и арендатор складов. Не на камеру в полиции сообщили, вероятно, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки. Но общую картину случившегося комментировать отказались. Такая информация на эту минуту. Продолжаем следить за развитием событий. Наталья. Спасибо, Саша. Александр Васильченко о сегодняшнем пожаре в Броварах.